Пациентов с редким генетическим заболеванием муковисцидоз в Югре стало почти в два раза больше. В 2019 году на учет врачей поставили 7 человек, прежде регистрировали не более 2-4 заболевших за год. За цифрами стоит высокий уровень диагностики. Недуг теперь выявляют на самых ранних сроках, когда малыш еще не родился. Для пациентов с такой болезнью открыт специальный центр. Он находится в Нижневартовской детской клинической больнице. В нем в качестве лечения и профилактики одними из первых в стране медики начали применять методы кинезиотерапии. Сюжет Жанны Кузьминой. Полчаса на беговой дорожке, потом еще пару отжиманий. Так каждый день. Тренировки для Саши Жмаева жизненная необходимость. У молодого парня редкий и сложный диагноз муковисцидоз. Жидкости, которые вырабатывают железы, внешние секреты в его теле густые и застаиваются в организме, вызывая различные побочные заболевания. Своё состояние Саша контролирует с помощью лекарств и упражнений, которые мы его обучили в больнице. Просто лёгкость, уверенность, я чувствую, как-то легче дышать. И получается, я делаю ингаляцию, начинаю упражняться, ходить. Этот кабинет с виду больше похож на небольшой гимнастический зал. Беговая дорожка, мечи, несколько тренажеров. Только предназначено всё это не для спортсменов, а пациентов Нижневартовской окружной клинической детской больницы. Умеренная физическая нагрузка, например, бег или упражнения на шведской стенке, облегчают состояние больного с муковисцидозом. Поэтому медики вели кинезиотерапию в обязательный курс лечения своих пациентов. В профилактическую программу входит также вибромассаж спины. Дети выполняют его самостоятельно, надев вибрационные жилеты. И элементы дыхательной гимнастики с применением откашливателей и флаттеров. Мы стараемся смотреть на самые передовые технологии, которые могут быть использованы в данном направлении. Но нельзя не сказать о том, что мы работаем совместно и с общественной организацией, представляющей детей с больных муковисцидозом. У нас с ними постоянный контакт и взаимопонимание по организации такой медицинской помощи. У каждого пациента с муковисцидозом индивидуальная программа занятий. За неё отвечают два специалиста, прошедших практику в медицинских центрах Петербурга. Однако есть и общие правила. Малышам чаще других назначают дыхательную гимнастику, а подросткам – тренировки на беговой дорожке. Эти дети, если рано начинают лечение, у них нет никаких последствий. То есть эти дети ходят в детский сад, ходят в школу. А затем в более взрослые состояния они поступают в вузы. Это умные, грамотные, интеллектуально развитые дети. Ничем не отличаются от других детей. На сегодняшний день диагноз муковисцидоз поставлен 58 югорчанам. И большинство из них – это дети. В центре планируют создать полноценную диагностическую базу. А для этих целей нужно обучить специалистов. В следующем году такие курсы запланированы для бактериологов, гастроэнтерологов, лор-врачей и психологов.